На мой взгляд, в данном случае Собянин, в общем, использовал достаточно понятный технологический ход для того, чтобы максимально обеспечить себе максимально безболезненное избрание на пост мэра Москвы. Я думаю, что он и через два года смог бы на самом деле избраться, но, видимо, он посчитал, что сделать это сейчас будет просто более комфортно, в общем, сделать это сейчас, чем через два года. В этом смысле его можно понять, это нормальная, в принципе, политическая такая игра. Если мы говорим про его конкурентов и могут ли они составить ему конкуренцию, нет, не могут. Просто потому, что электорат КПРФ столицы, он, в принципе, не такой уж и широкий и ограничен там достаточно естественной электоральной базой, там порядка 15, ну максимум 20%. Что касается Алексея Навального, во-первых, я почти уверен, что он не сможет собрать подписи муниципальных депутатов, которые необходимы для выдвижения, нужно собрать 110 подписей в 110 различных муниципальных образованиях Москвы. И я уверен, что он этого просто не сможет сделать. Если мы говорим про других кандидатов, которые участвуют, например, там Сергей Митрохин, будет Левичев от «Справедливая Россия», кто-то там от ЛДПР, Олег Митвель тоже заявил о том, что намерен свою кандидатуру выставлять. Мне кажется, что, в общем-то, не один из этих людей, он по масштабу, в общем-то, не сопоставим с Собяниным и не имеет вообще никаких шансов победить его на выборах или даже выйти с ним во второй тур. Единственный человек, который мог потенциально привести выборы в Москве ко второму туру, это Михаил Прохоров. Как мы знаем, из-за своих проблем с структурой собственности он не смог выдвинуться и принял решение тоже не выставлять свою сестру, которая, понятно, обладает меньшим потенциалом электоральным. Так что, в общем-то, выборы в Москве, если честно, они предсказуемы на 100%. Спасибо.